привет ребята это сид ну вот отгремели майские праздники всякие субботники мы тоже немножко прибрались гараже и на территории с приходом тепла активизировали всякие автолюбители байкеры так что приходится делать много халтуры до станков просто тупо не доходят руки все-таки нужно еще как-то выживать там зарабатывать себе на хлеб что сегодня покажу вот такую движуху в гараже и в мастерской но немного токарных работ вот ребятки антинаучное видео многие предлагают очищать инструмент лимонной кислотой лимонную кислоту купили сколько там пакетик 56 осторожно там один открытый вот сейчас и проверим это на деле работает такой способ вот такую коробку подожди пока не сильно растворить вот в этом вот растворяя пошли инструмент такой ржавенький засыпали его в коробку и сейчас попробуем его очистить лимонной кислотой чтобы ты растворилась а то там как насыпешь она таким на дно все упадет растворим вот так предварительно но сильно ржавые туда на дно и положил пониже а вот который вперед надо доставать я наверх во всех так положил что туда даже не проникнет она шевелить на будет чуть-чуть таки чистить наверно надо бы щёточкой ну так заполнил по этому месту ну наверно и сутки надо будет вылеживаться но эти то сутки говорили мне кажется вообще ничего не очистится как попробую на вкус кислотность какая слабенькая слабая ну все оставляем до вечера да ну до вечера ничего не очистилась кислота слабая органическая реакция идет медленно но в принципе вот на следующий день уже как бы есть эффект реакция шла с выделением газа водорода почему-то некоторых очень удивляет принципе та же самая кислота и вот реакция железа после очистки конечно нужно промыть инструмент нейтрализуем кальцинированной соды и смазываем маслом растворенном в бензине но так вот почистилась все в принципе я бы сказал что способ действенный вот такая рыхлая сильная ржавчина конечно кислота ее не берет или просто не проникает туда но как бы не растворяет и конечно вот туда же тупые кромки стали острыми потому что все таки железо жрет как бы не хило цвет конечно красивее чем после электролиза там то есть черная пятнистая а тут как бы такое серенькое получается даже фрезы заточились и вроде кромки все острое стало ну то есть железо поджирает тут отрезы интересное то ли по дереву или по пластмассе такие огромные длинные и я даже так увлекся что замочил в этой кислоте напильники попробуем их заточить таким образом так ну вот почистились попильнички но вот на некоторых хорошо заметно это я вложил не полностью ну чтобы видно было разницу самом деле затачивается вся мусор как бы вымывается растворяется ну тут как бы зализано да здесь раз уже получше за заточился поострее но надо обезжиривать потому что вот этот жирный был вообще туда не проникает это вообще дичь какая-то ну тоже тут все зализано да вот тут раз заточилась кислота растворяя кромки и напильник приобретает остроту так вот тупым местом не обработал вот так что-то пили плохо вот заточена так ну вот принесли работу сделать вот такие шайбы или оправки для выпрессовки вкладышей и тащат все время вот эти сердечники а динамиков как заготовки я говорю я не буду из них точить они не цельные эти середыши же запрессованы потом по выпадывать то будет виноват все равно тащат а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это оказался довольно крепкий орешек. Надо, короче, переточить ураловскую ось на ось для какого-то китайца. Кто говорит, что ось цементированная, кто говорит, что там сталь, типа 30 ХГСА. Но гемор оказался знатный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас какая-то пошла тенденция нехорошая. На директ-лоте продают плашки и мечки, которые вообще не режут. То ли у них затыловки нету зубьев, то ли просто мгновенно тупятся. Вот я уже, наверное, штук 10 плашек и мечков просто выбросил. Так что, товарищи продавцы, проверяйте свой товар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, оборудуем место для шабрения шабрина. Шабрить придется много. Переставили столик. Стол деревянный, болтается вот так вот. Качается. Вот так немного пошабрить еще можно, но большие объемы задолбают качкой. Так что надо искать новый столик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, задолбал этот насос, просвернили дырку. И вот так же можно прокачивать. И пробочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перевернул вот этот столик. Это из-под НГФа. И он был, в общем, на таких вот колесиках, на роликах. На роликах тоже невозможно работать, потому что они раскачиваются. Вот. И решил сделать такие регулируемые опоры. Тут такая фигня, что логично было бы на резьбе сделать, резьбовые, да, регулируемые. Но тут вот у этих колес, как бы, их потом обратно надо будет стоять. Просто тут такие оси, причем диаметром 15 миллиметров. Ни то, ни сё, вообще. И резьбу как бы не нарезать. Не полная будет там 16. Так что вот решил сделать такие просто на палках, на ровных. И будет поджиматься винтиком. Но она будет ещё по одному вкрутить, потому что, ну, как бы не очень надёжно. Вот такие вот ножки. Ну, регулировать неудобно, но, к счастью, это делать придётся нечасто. Может, даже красить не буду. Так красиво. Добавили тут ещё пару лампочек светодиодных. Мы продлили будку. Вот здесь она заканчивалась. Продлили будку до самой, до стенки. Сейчас получился вот такой цех. Длинный такой вагончик. Так, ну вот, новое рабочее место. Всё, как бы, винты держат нормально. Стол вообще жёсткий получился. Жёсткий, неподвижный. Так, всё готово. Шаоблин уже лежит на боку. Шаберы готовы. Наточины готовы к работе. Вот, тут у нас небольшой апдейт, апгрейт мастерской. Поставили такие эти, этажерки. Вот, набили его всяким хламом. Ну, вот, ячейки маленькие, правда, много не положь. Ну, нормально тоже так. Чуть больше порядка. Линейка, инструмент всё готово. Линейку маленько. Всё-таки, опять, изогнуло. Видать, её всю жизнь будет так гнуть. Проверил он на красную краску. Ну, ничего. Перед работой пару раз шлифанём. И в бой. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова